Жить интересно, учиться новому можно и нужно в любом возрасте. Это девиз образовательного проекта «Институт третьего возраста расширяет границы», который реализуется в Хабаровском крае. Его цель – помочь пенсионерам и людям предпенсионного возраста получить новые знания и овладеть актуальными в современной жизни навыками. Реализуется проект автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» при поддержке фонда президентских грантов. В рамках проекта пенсионеры прошли обучение основам компьютерной грамотности и работы в интернете. Причем учебный курс специально адаптирован для людей старшего возраста. Также на занятиях специалисты рассказывают об основах психологии активного долголетия, финансовой грамотности, пенсионного обеспечения, о том, как участвовать в местном самоуправлении и даже стать серебряными волонтерами. Первыми участниками проекта «Институт третьего возраста расширяет границы» уже стали жители Амурска и поселка Эльбан, Комсомольска-на-Амуре и села Некрасовка. Вот сейчас хабаровские пенсионеры могут принять участие в программах по декоративно-прикладному творчеству, а также по изготовлению и использованию так называемых умных устройств для дома и сада. В некоторых проектах можно принять участие даже вместе с внуками. Все занятия бесплатные. Это не только хорошая возможность обладать какими-то полезными навыками, сделать что-то красивое своими руками, но и расширить круг общения, а ведь это не менее ценно. Более подробно мы эту тему обсудим вместе с нашей гостьей в студии. Наталья Москвина, заместитель директора автономной некоммерческой организации Дальневосточный институт содействия общественному развитию. Наталья Борисовна, доброе утро. Вот как появился этот проект? Это какой-то специальный заказ сверху? Или все-таки он сделан из потребностей людей и пенсионеров? Дело в том, что именно этот проект далеко не первый, который реализует наша организация совместно с партнерами, с Хабаровским отделением союза пенсионеров прежде всего. И этот проект родился из той реакции, которую мы получали от предыдущих проектов, из тех интересов, которые пенсионеры проявляли в предыдущих проектах. Поэтому это вот скорее я отвечу так, что это ответ на запрос пенсионеров, которые уже участвовали в наших предыдущих проектах. То есть получается это уже не проба пера, а реальные запросы и реальные курсы. Кстати говоря, проект уже работает несколько месяцев. Вот какие курсы уже успели пройти в его рамках? В его рамках успели пройти те курсы, о которых вы сказали. Это прежде всего курсы компьютерной грамотности, психологии активного долголетия, пенсионного обеспечения. Хочу обратить внимание на само название проекта. Институт третьего возраста расширяет границы, в которые мы заложили два смысла. Мы расширяем территориальные границы, поскольку охватываем все новые районы Хабаровского края. И мы расширяем границы тематические. Появляются новые курсы и новые формы работы. Как вы уже и сказали, мы считаем, что ноу-хау в этом проекте является именно направлением вместе с внуками. А вот насколько они оказались востребованными людьми пенсионного возраста? И есть ли какая-то обратная связь? Применяют ли полученные знания люди на практике? Да, безусловно, обратная связь есть. Мы стараемся поддерживать контакты с теми, кто прошел наши курсы. И действительно, конечно, в разных районах это происходит по-разному, но где-то собираются инициативные группы, которые продолжают заниматься, продолжают освоение, прежде всего, компьютерной грамотности. Потому что, надо сказать, это все-таки по-прежнему наиболее востребованная такая программа. Привлекают новых пенсионеров, обмениваются теми методическими материалами, которые мы там оставляем. Поэтому, да, вот... А вот компьютерная грамотность, что там именно в это входит? То есть написать по электронной почте письмо или, может быть, пенсионным фондом воспользоваться сайтом? Что вот в это входит? Вы знаете, все очень по-разному, потому что, как это ни странно, но где-то есть люди, которые мышку впервые в руки берут. И для них компьютерная грамотность это включить и набрать первые какие-то свои тексты. Для кого-то это действительно... Но надо сказать, что мы это делаем буквально во всех районах и со всеми. Это действительно регистрация на портале госуслуг и использование своими личными кабинетами, в том числе пенсионного фонда. Для кого-то это общение в интернете. То есть все зависит от того, каков первоначальный уровень. А вот вообще ваши слушатели и ваши потенциальные слушатели ваших курсов, они предлагают какие-то свои темы? И берете ли вы в оборот? Они предлагают, безусловно. И вот новым курсом данного проекта является, например, занятие физкультурно-оздоровительное. Это был реальный запрос, когда люди говорили о том, что хорошо было бы еще какой-то физической активностью позаниматься. И это программа, которая в данный момент реализуется в Хабаровске. Ну вот также главная цель проекта – это не только освоить какие-то знания и навыки, но также и социализировать людей. Вот насколько активно реализуется данная позиция, направление среди людей? Оно происходит неизбежно, потому что люди, которые вышли на пенсию, кто-то оказался оторванным от привычного круга общения. И для него первый такой выход в свет происходит именно на наших занятиях. У нас бывали любопытные ситуации, когда люди, живущие в одном поселке, вдруг здесь на курсах друг друга впервые видели и вдруг для себя узнавали, что, оказывается, здесь есть активные группы пенсионеров, к которым можно присоединиться. А вот про активности как раз, вот именно физические, что за это? Они какие-то упражнения физические делают или, может быть, какие-то курсы, может быть, какие-то занятия по йоге? Игры спортивные. Кто занимается с ними? Вы знаете, когда мы затевали эту программу, мы намеренно исходили из такой установки, что мы должны помочь пенсионерам освоить какие-то виды физической активности, которые не требуют ни специальной подготовки, ни специального оборудования и так далее. Поэтому это предельно простые формы двигательной активности с элементами танцевальными, с элементами игровыми. И сегодня, если кто-то захочет присоединиться, это можно сделать. У нас еще весь май по понедельникам и четвергам с четырех часов в парке «Динамо». Телефоны сейчас можно увидеть на экранах. Кстати говоря, институт третьего возраста рассчитан не только же на пенсионеров и на людей предпенсионного возраста. Вот эта категория насколько активно посещает ваши курсы? Вы знаете, мы специально эту категорию не выделяем, но когда мы даем информацию о том, что предстоят те или иные занятия, и нам звонят люди предпенсионного возраста, мы всегда говорим о том, что да, конечно, они могут тоже прийти. Потому что, ну, понятно, что сегодня люди как-то пытаются подготовиться хотя бы психологически внутренне к своему новому пенсионному состоянию. Поэтому пока не дифференцируем эти категории, но не отказываем ни тем, ни другим. А вот на какие курсы можно уже в рамках проекта попасть? Вот пока сейчас можно попасть на те программы, которые у нас будут в Хабаровске, потому что мы их оставили, так сказать, на закуску. Сейчас завершается программа изготовления кукол в народных традициях. Боюсь, что сюда уже нет, но полным ходом идет программа по декупажу. Сюда можно еще попасть. Есть несколько занятий, как я уже сказала, физкультурной направленности. Впереди у нас еще цифровая бабушка. Это тоже занятие, связанное с компьютером. Да, но компьютеры, смартфоны. И здесь мы как раз приглашаем тех, кто уже, в общем-то, имеет какие-то, по крайней мере, начальные навыки. То есть это не с нуля будут занятия. И также еще очень можно попасть на занятия по изготовлению умных устройств для дома и сада. Причем мы замышляли эту программу в расчете на то, что сюда придут дедушки со своими внуками. Что за устройства такие они будут делать? Ну, они, например, здесь могут сделать кодовый замок. Они здесь могут сделать устройство антивор, оповещающее вторжение там в свое жилище. Сверхточный какой-то измеритель расстояния и так далее. И вот на эту программу мы очень активно зовем дедушек, потому что, к сожалению, бабушки, очевидно, более активны. Ну, телефоны на ваших экранах. Но наверняка, поскольку эти занятия бесплатные, наверняка требуется еще, может быть, помощь каких-то волонтеров. Вот здесь нужны какие-то еще люди, может быть, молодые, которые могли бы выступить в качестве преподавателя, например, или консультанта. Вот сейчас очень активно в качестве таких волонтеров как раз у нас включены студенты факультета физической культуры Пединститута ТОГУ с группой физкультурной. Они очень активно работают, потому что понятно, что люди в возрасте, надо отслеживать их показатели, пульсы и так далее, и так далее. Они здесь очень здорово помогают руководителям. Ну, вот некоторые же пенсионеры, точнее, много пенсионеров, выходя на заслуженный отдых, они все-таки хотят и далее работать. Вот какая-то, может быть, помощь с профориентацией или какие-то подсказки, куда они могли бы отправиться работать далее в пенсионном возрасте в рамках курсов? Бывает? Можно я эту идею использую как идею для нашего следующего проекта? А возможно даже открытие своего бизнеса в дальнейшем. Наталья Борисовна, большое вам спасибо за то, что пришли к нам в студию. Желаем успешного развития вашего проекта. Напомним, на студии была Наталья Москвина, заместитель директора автономной некоммерческой организации Дальневосточный институт содействия общественному развитию.